Всем привет, меня зовут Владимир Жилкин, я гид-путешественник. Данное видео мы пишем специально для проектов Traveling LV и Viva Travel.pro. Мы поговорим сегодня о восхождении, зимнем восхождении на наивысшую точку Северной Африки, город Уткаль, 4167 метров. В этом видео я постараюсь вам наглядно показать, какое снаряжение вам будет необходимо для вашего комфортного и безопасного восхождения. Первый день мы приезжаем на высоту 1700 в поселок Эмлил, там остаемся на ночевку и небольшую акклиматизацию. После этого на следующий день с 1700 мы поднимаемся на 3200, ночуем там в приюте. В следующий день рано утром выходим на маршрут, совершаем восхождение на саму вершину, спускаемся обратно в приют, где мы еще раз ночуем. И только после этого, получается, на четвертый день мы уже спускаемся вниз и уезжаем в Маракеш отдыхать. Понадобится два комплекта одежды. Первый комплект одежды это на подход именно с 1700 на 3200, потому что будет довольно тепло, будет солнечный день, как правило, и хорошая погода. И второй комплект одежды, который нам понадобится уже на само восхождение с 3200 на 4167. Это уже понадобится более теплая, более ветрозащитная одежда. Но давайте обо всем по порядку. Что нас ждет на зимнем восхождении? Как правило, зимой выпадает снег в Марокко, и каждый год немножко по-разному снежный покров. Иногда бывает уже с 2000 метров есть снег, иногда бывает, что он начинается где-то с 2800, с 2900. Так как мы начинаем наше восхождение в первый день, у нас высота 1700, то, как правило, с утра там в районе нуля минус 2 градусов, минус 5 может быть максимум. Если мы говорим уже про день восхождения, когда мы с 3200 начинаем выходить на штурм вершины, тогда мы должны подготовиться, чтобы нам было комфортно на минус 15. Что это значит? Что может быть, условно, минус 10, но легкий ветерок, который разгоняет, и тогда у вас филлайк минус 15 получается по ощущениям. Ну и также может быть, что вдарит морозы минус 15, вам комфортно, но будет ветерок, тогда будет менее комфортно, но тем не менее вы будете готовы. С восходом солнца, и когда мы начинаем движение, постепенно вы начинаете согреваться, солнце выходит, тогда у нас все хорошо, и уже после полудня начинается такой очень большой синцепек, как правило, и уже на момент спуска просто сковородка будет, будет довольно жарко. То есть об этом все мы тоже поговорим, как себя от этого защитить и подготовить, я все расскажу. Первый день, подъем с 1700 на 3200. Выход у нас будет уже с рассветом, то есть будет уже теплеть. Обычно в районе где-то 0, минус 2-3 бывает зимой. Соответственно, мы с утра одеваемся потеплее, доходим до первого перевала, там уже все разогрелись, и тогда начинаем снимать с себя одежду. Помним, что наша главная задача не потеть, так как на согрев тратится довольно много энергии, а энергию надо сохранять и направлять в правильном русле. Поэтому начинаем с того, что у нас есть нательное белье. Начинаем мы наше восхождение с 1700 из поселка. Соответственно, одеваемся не так тепло, можно поддеть термобелье под низ, и нам понадобятся любые туристические штаны, удобные. Будет не так холодно, но и не надо, чтобы было очень жарко. Соответственно, подойдут абсолютно любые, берите, что вам нравится. То есть фирма, бренд значения не имеет. И понадобится дальше. Одеваем следующий слой у нас кофта. Кофту берем максимально теплую, что вы можете найти. Это должна быть синтетика, это может быть либо любой флис, либо полар-тек. Начнем с базового слоя. Это термобелье и нижнее белье. То есть все работает только тогда, когда все слои соблюдены правильно и везде не нарушается технология. То есть мы используем только синтетику, синтетику с мериной, а стараемся не использовать хлопок вообще. Потому что если вы одеваете нижнее белье хлопчато-бумажное, а наверх одеваете синтетику, то значит у вас в области, где хлопок одет, вы будете все время мокрыми. Так это не должно работать. То есть у нас слой за слоем должны быть не только логическими, но и еще технологическими. И поэтому начинаем с самого основного нашего слоя, это нательное белье. Оно есть мужское комплекты, есть женские комплекты. В принципе, начинаем именно с этого. После этого подбираем для себя термобелье. Термобелье, оно есть разные бренды, разного качества. Работает в принципе любое, так или иначе. То есть лучше иметь термобелье любое, чем не иметь вообще никакого. Если вы говорите о каких-то профессиональных брендах, то, как правило, термобелье еще делится на классы по температурам. Как правило, это пишут про толщину 150, 200, 260. То есть чем больше значения, тем оно теплее. Насколько оно нужно для вас теплым, вы решаете сами, потому что только вы знаете свой организм, как вы потеете, как вы мерзнете и так далее. Основной, наверное, момент, что помним, что жаркостей не ломит, и гораздо легче всегда немножко раскрыться и раздеться, чем когда у тебя нету что одеть. Поэтому, может быть, немножко бы можно брать чуть теплее, чем вы думаете, что вам надо. Следующий слой утепления у нас идет второй, это кофты. Кофты берем любую флисовую, либо Polartec и максимально теплую. Бренд сильного значения не имеет, но если есть возможность, можно обратить на небольшие технологические особенности, что, например, кофта Polartec Pro, материал на сегодняшний день один из самых теплых, имеет небольшие преимущества перед обыкновенными кофтами. И основное преимущество – это вес. То есть при одинаковом размере и при одинаковом весе изделия, например, тогда Pro будет теплее. Либо по теплоте берем, чтобы они были одинаковые, тогда Pro будет легче. Посмотрим это наглядно. То есть берем простую кофту – 685 грамм. Это M-размер. Взвешиваем Pro – 525 грамм. 160 грамм разницы просто на кофте. И часть пути вы эту кофту несете на себе в рюкзаке. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но общий вес рюкзака можно уменьшить за счет вроде бы одних и тех же вещей, но обратить внимание на их технологичность и на их вес. Следующий слой, который нам понадобится – это куртка. В данном случае наша главная задача, так как это зимнее восхождение, то мы не ожидаем дождя, но ожидаем о том, что может быть ветер. Соответственно, у нас нет четкого правила, что это должна быть именно хорошая мембранная куртка с защитой от влаги. В данном случае основное требование – это чтобы она была с защитой от ветра и, соответственно, чтобы для вашего комфорта в ней были предусмотрены молнии подмышками боковые. То есть можно вот так вот растягивать, и тогда вы тем самым регулируете себе теплообмен свой. Немножко неудобно, но обычно это бывает… Подними руку, пожалуйста. Вот. Таким вот образом это выглядит карман. То есть на это обратите внимание. Дальше. Куртка должна быть тонкая. Соответственно, ее задача – защищать вас только, в данном случае, от ветра. Если вы… Многие люди часто говорят, можно ли взять, например, лыжную куртку. Наверное, современные лыжные куртки немножко похожи на какие-то спортивные, но в целом они, как правило, очень жаркие, очень теплые. Нам они нежелательны. То есть вы будете очень много в них потеть, вам будет жарко и некомфортно. Наша задача – защищать от ветра в основном. Также очень обратите внимание на то, чтобы был капюшон, потому что, скорее всего, на момент восхождения вы будете максимально пытаться укутаться, и капюшон очень в этом вам помогает, потому что защищает вас от поддувания. Как правило, в специализированных альпинистских фурках капюшоны довольно большие, потому что предусмотрено, что у вас одевается каска. И еще один важный момент, который есть в куртках – это на манжетах рукавов такие липучки. Для чего они нужны? Для того, чтобы уменьшить манжет, и было удобнее использовать перчатки и варежки. И еще одна особенность специализированных курток для активного туризма и альпинизма – это карманы. Они располагаются таким образом, чтобы вам не мешать что-либо из них класть или доставать, когда у вас одет рюкзак и застегнута поясная система на поясе и на груди. Естественно, вот такого типа карманы позволяют беспрепятственно с рюкзаком получать к ним доступ. Последний слой, который я бы вам рекомендовал, именно рекомендовал, – это взять еще один утеплитель в виде пуховика, потому что на момент утром раннего выхода из приюта на восхождение будет самое холодное время суток. И чтобы не тратить лишнюю энергию на то, чтобы организм согрелся, мы можем использовать пуховые куртки. Задача пуховика – он одевается верхним слоем прямо поверх вашей мембранной куртки. Вы начинаете движение, в какой-то момент вы согреваетесь, и тогда можно спокойно убрать эту куртку в рюкзак и продолжить уже в комфортной для себя температуре движение дальше. В азовальпинизме в основном пуховики одеваются поверх основной куртки, то есть это вот самый последний слой. Поэтому они покупаются обычно на размер больше, чтобы… и обязательно мериться, чтобы вам было в них комфортно. Пуховики есть разные по составу, по качеству. Расскажу немножко про пух. Пух есть трех видов. Есть гагачий, есть утиный и есть гусиный. Самый лучший считается гагачий, но, как правило, он очень дорогой, из него фактически ничего не делают для Алдор. Следующий идет у нас утиный пух. Это самый дешевый пух, который может быть. Поэтому он меньше всего имеет КПД по отношению к весу. Как правило, из этого пуха куртки дешевые, тяжелые. И наш основной вариант, то, что мы используем, мы используем уже утиный пух. Это как бы компромисс между теплом, весом и стоимостью. Вот эта вот куртка высотная, она должна быть из разряда не городской, легкий пуховичок, а именно высотная. Она большая, объемная и относительно тяжелая. То есть, в принципе, у вас размер куртки, он все измерим примерно с размером спальника в свернутом виде. Чтобы понимать, о чем идет речь, по поводу, что такое тяжелое. Вот, допустим, куртка на размер XL 865 грамм. Эта куртки будет достаточно не только на 4, но и там, условно, на 5 и даже 6 тысяч метров вполне нормально. И вот вторая курточка, уже более современный материал 440 грамм. Поэтому при выборе куртки, если вы видите, что написано пуховая куртка, обратите, пожалуйста, внимание на состав. Какой это пух, какое это качество пуха. Делайте просто правильный выбор, а не выкидывайте деньги на ветер за некачественное дешевое снаряжение. Вот, как на момент выхода на штурм вы должны будете выглядеть. То есть, максимально утеплены. Сюда добавится еще фонарь, потому что мы выходим до рассвета, и потом он сменится уже на очки. На момент восхождения у нас чаще всего мерзнут кончики пальцев на ногах, руки и скулы нос. Поговорим сначала о руках. Нам понадобится несколько утеплителей для рук. Это будут простые, самые простые флисовые перчатки на тот момент, когда уже солнышко, уже более-менее тепло, но, тем не менее, есть ветерок, прохладно. То есть, флисовые перчатки позволяют вам сохранять тепло, при этом хорошо проветриваются, то есть, довольно быстро сохнут. Вы так или иначе потеете, надо куда-то отвладить влагу. Простой флис, как любой абсолютно, нам понадобится. Также есть перчатки из винстопера. Да, они удобные, не продуваются, но, когда они намокают, они не высыхают. Очень проблемно просушить, поэтому винстопер не берем в перчатках, берем простые флисовые перчатки, любые строительные и так далее. Следующий наш основной утеплитель, который мы будем использовать именно уже на момент выхода на штурм, это будут варежки, потому что это самое теплое. У вас все пальцы находятся вместе, и помимо того, что у вас есть слой утеплителя, так же вы своим собственным теплом их согреваете, ваши пальцы. Варежки бывают различные, но, как правило, это должна быть вот такая вот большая варежка. То есть, когда вы ее одеваете, у вас заканчивается она вот здесь. Это хорошие профессиональные варежки, которые нам нужны именно для восхождения. Обратите внимание, что они прям большие. Они бывают разные по наполнению. Вот эти вот синтетика, например. Плюс у них такой синтетических, что они теплые. Они стоят дешевле, чем другие наполнители. Единственный минус – это вес. Как правило, синтетика еще бывает даже с покрытием гортекса, чтобы можно было спокойно на мокрый снег положить или опереться и так далее. То есть, это удобная вещь. Следующие варежки – это пуховые. Тоже они довольно большие, объемные. Вот. Основной плюс – вес. Они просто невесомые, ничего не веса. И третий вариант, уже более современный – это материал пертекс. Теплый, легкий, не боится влаги. Но если сравнивать, например, с пухом, то пух все равно будет немножечко потеплее, чем. Также обратите внимание, что это большие варежки. И еще один вариант, чем можно хорошо дополнить комплект к варежкам – это верхонки. Они дополнительно – такая вот простая мембранная ткань. Одевается поверх варежек. Получается, как будто полная варежка, но она дополнительно дает вам тепло. Она дополнительно защищает от влаги. И она дополнительно защищает саму тонкую поверхность варежки от каких-то внешних факторов воздействия. Там где-то на камень оперлись, или там крюком-редорубом можете зацепиться, или так далее, и так далее. То есть саму варежку жалко. Это расходный материал. В принципе, очень удобная вещь. Также очень хороший момент, когда у вас на варежках, обратите внимание, есть такие вот крепления к рукам. То есть обычно на профессиональном снаряжении у вас варежка закреплена на руке. То есть вы сняли, что-то делаете, занимаетесь, потом надели, и вот она у вас все время на руке. Третий момент, который нам понадобится, нам понадобятся перчатки, как запасные варианты. Перчатки также желательно с мембраной, максимально большие, одеваются. Помните, я говорил про курку, что хорошо, когда здесь манжет закрывается. То есть у вас закрыт манжет, вы одели, затянули, и все, здесь у вас уже ветер, снег, ничего не попадает, и вы можете спокойно продолжать свое восхождение. Всегда, всегда берем запасной комплект утеплителя для рук. То есть моя рекомендация, обязательно варежки, потому что они самые теплые, и второй комплект можно взять перчатки. Потому что бывают случаи, варежки теряются, улетают, и тогда начинаются проблемы. К ним надо быть готовым. Простая тонкая флиска вам не поможет. Беречь руки очень важно, и важно, чтобы вам было комфортно, и чтобы вы могли сосредоточиться на самом восхождении, а не в сердцах ругать себя, зачем я сюда пошел, почему здесь так холодно. Про перчатки еще немножко дополню. Смотрите, то есть перчатки должны быть, еще раз говорю, как и варежки, максимально длинными. Если вы берете короткие перчатки, то, скорее всего, сюда будет что-то залетать. Тогда вам надо куртку наверх застегивать, молния. То есть кому как это удобно, но постарайтесь обратить внимание на то, что именно альпинистские варежки, они все-таки... И также бывают вот такие вот встроенные прямо манжетики, как в детстве на резиночках. Если нет, то лучше подумать какие-то веревочки или что-то еще, чем вы можете подцепить к себе, привязать. Либо сами сделать такую штуку прям. Очень удобно. Далее мы поговорим про головные уборы. Нам их понадобится несколько. На момент подхода с 1700 на 3200 и когда выйдет солнце, будет очень жарко. Поэтому нам понадобится что-то, что будет нас защищать от солнца. В идеальном варианте это либо панама, есть панамки, которые прямо пришиты, такие ушки, которые защищают у нас затылок хорошо от солнечных лучей. Если это кепка, то у вас защищается только получается лицо, нос, но тем не менее боковые лучи попадают вам на кожу. Я всегда рекомендую брать с собой два бафа. Первый баф мы надеваем на горло, чтобы оно было защищено все время от холодного ветра и так далее. Вот. А второй баф мы можем использовать как дополнительный утеплитель для головы. именно на момент выхода, когда максимально холодно. И также мы можем его использовать для того, чтобы защитить лицо от снега, мороза. Иногда бывает ветерочек такой, он снимает подземочку, и тогда по вам летят такие маленькие-маленькие кусочки льда, и обычно стекут скулы. Очень неприятный момент. Нам с этим помогает второй баф. Что мы делаем? Одеваем на шею. Один. А второй мы уже можем спокойно одеть на голову. И тогда у нас следующим образом мы закрываем лицо, а второй максимально притягиваем сюда, и у вас получается только минимальная щелочка для глаз, где у вас одеты очки и защищают вас от уже внешней среды. И также вот этот вот верхний бафочек, он дает еще не больше тепло для вашей головы, и вам тогда совсем комфортно. Таким вот образом это все выглядит. Бафы есть разные по длине. Это вот длинный баф, то есть часть бафа у него приятный флис, часть бафа обыкновенный. В зимнее время прям очень удобно. И второй классический вариант, когда просто такой вот кусочек материала. Ребята часто спрашивают, можно ли взять балаклаву. Да, балаклаву можно взять, но с ней есть неудобства. На практике вы когда идете, вы дышите. У вас идет теплый воздух из вас. Соответственно, у вас вот этот материал намокает. Что вы делаете? Здесь уже мокро, некомфортно, ветерок холодит. Это все дело просто передвигаете. Теперь у вас это на шее, там это сохнет, а вы уже дышите в сухую, теплый материал. В случае балаклавы вы так не можете сделать. Шапка должна быть обязательно любая. Чем теплей относительно, тем лучше. Но помним, что у нас с головы испаряется очень много тепла, соответственно, голова сильно потеет. Например, если мы берем простую флисовую шапку, плюсы, что она быстро сохнет, минусы, что она продувается. То есть у вас получается мокрая голова, которая на ветру продувается. Не очень хорошо. Если мы берем какую-то супер теплую шапку, она не продувается, но и точно так же у вас весь пот просто течет по глазам, потому что у вас, ну, представляете, как чайничек кипит, но также, в принципе, у вас эта вот голова, есть вот этот носик чайника, откуда прям пар весь выходит. Соответственно, если вы его просто утепляете, очень сильно не продуваем, какая-нибудь шапка такая, то у вас просто все начинает течь по лицу, по глазам и так далее. Тоже не очень приятно. Идеальный вариант это тонкие шапки из виндстопера, такой вот значок. В чем ее идея? В том, что она не продувается. Проверить просто. Дуете и не можете продуть. Она тоненькая, она легенькая, она непродуваемая. Что это означает? Что, когда вы ее одели, вы идете, вы потеете, что-то испаряется, что-то нет, но при этом у вас голова все время в тепле, потому что невозможно продуть. Да, она мокрая, так как есть пот, но она теплая. И это создает вам комфорт. Когда у вас, допустим, холоднее, чем вы ожидаете, тогда вы всегда можете скомбинировать эту шапку вместе с бафом. либо под баф одеть шапку, либо на баф. Как вам удобнее, как вам больше нравится, но это практика показывает, что идеальный вариант. Как правило, они все почему-то продаются только черного цвета и имеют такую анатомическую форму, которая закрывает уши, что очень хорошо. И также обратите внимание, чтобы была вот такая веревочка. Очень удобно, потому что вы что-то меняете очки, фонарики и так далее. Вы шапку снимаете или просто жарко, тогда откинули и что-то можете делать, она не улетит, не потеряется. Еще чем хороши вот эти тонкие шапки, допустим, как я говорил, вы сильно потеете, у вас все мокрое, вы просто ее берете, выворачиваете наизнанку, одеваете другой стороной, вам так же тепло и сухо. Вот здесь все высыхает, потом поменяли. То есть ее можно нормально сушить. Если у вас уже какие-то помпоны, что-то еще, стразики и так далее, значит, так-то уже сделать будет вам неудобно. Также на день восхождения нам понадобятся так называемые штурмовые штаны, которые будут вас защищать от ветра и от влаги. То есть это мокрый снег, дождь и так далее. Характерной особенностью этих штанов является то, что их можно одевать поверх всей одежды, не снимая ботинок. В классическом варианте они имеют полную молнию, которая расстегивается снизу и до самого верха, что вам позволяет одеть, еще раз повторюсь, не снимая ботинок. Также для них характерна мембранная ткань, и на ощупь они такие немножко бывают клеенчатые. Очень рекомендую, чтобы это было для вашего комфорта. Также есть модели, в которых предусмотрены дополнительные вентиляции, что тоже прям очень хорошо. И также можно регулировать, раскрывая в другую сторону молнии, для того, чтобы лишняя влага с вас уходила быстрее, создавая вам чуть больше комфорта. Моя рекомендация также обратить внимание на то, чтобы были подтяжки, это прям очень удобно. Если их нету в комплекте, то всегда можно докупить отдельно и повесить. Намного удобнее, чем ремень с пряжкой, потому что вы все время двигаетесь, у вас спина все время прикрыта, то есть он подтягивает наверх. На момент выхода вы одеваете термобелье, если смотрите погоду, если не очень для вас холодно, вы сразу на термобелье одеваете эти штаны, вам их достаточно. Если прям очень холодно, значит вы одеваете трекинговые штаны, которые вы использовали в первый день, и наверх тогда одеваете уже вот эти штаны. То есть получается там три слоя утепления у вас есть, этого должно быть вполне достаточно. Сразу начинать подъем в таких штанах не очень комфортно, потому что они плохо дышат, даже если вы скрываете все вентиляции, но не очень комфортно вы себя чувствуете. Да, то есть выглядит таким вот образом. Некоторые штаны также обладают такими вот усилениями для защиты от кошек, потому что иногда люди идут с непривычки и бывают цепляются, тогда здесь просто чуть больше плотный материал сделан как раз таки, чтобы усилить их. На этой модели тоже есть и вот, да, на многих моделях это все дело присутствует. Мерим, обязательно надевая их на что-то, то есть не на голое тело, потому что оно должно быть свободно. Далее для нашего комфорта с вами нам понадобится гамаши. Многие их называют бахилами, но так или иначе суть вы поймете, выглядит таким вот образом. Основная задача для бахил защитить ноги от попадания снега в штаны или ботинки. Как следствие это также утепляет ваши ноги и также защищает ваши штаны и ботинки от неаккуратных движений кошками. Как правило здесь тоже низ усилен. Одевается поверх ботинок и штанов. Начнем с идеального варианта. То есть у вас они довольно плотные по материалу, чтобы они не скатывались довольно быстро вниз. В идеальном варианте у вас присутствует только липучка. Почему? Потому что липучка работает в морозе, вы можете работать это делать в перчатках и в варежках и здесь нечему ломаться. это в идеальном варианте. В менее идеальном варианте у вас помимо липучки есть молния, но чтобы работать с молнией вам уже придется скорее всего снять перчатки большие, потому что будет неудобно застегивать ее. И второе, что молния часто ломается. И третий вариант, самый плохой, который не стоит брать, там где только молния. Скорее всего они довольно быстро придут в негодность. Бахилы подбираются по размеру, мерятся именно индивидуально на вас. Также у них там есть условно три размера, первый, второй, третий. То есть у кого какие объемы, там вот такие подойдут. Брать с мембраной, не брать с мембраной, ну, лишняя мембрана не бывает, особенно с учетом того, что у вас бывает мокрый снег, зачастую по колено вы идете в нем. Могут быть такие ситуации бывают, что лучше взять все-таки с мембраной, будет вам посуше и потеплее. Также стоит обратить внимание на вот эту особенность конструктивную. Есть вот такие ленточки, а есть железные тросики. Моя рекомендация не брать железными тросиками, потому что на практике они бывают перебиваются, немножко начинают ворситься, и тогда вы в момент эксплуатации, когда надо их положить, достать в рюкзак, вы можете просто либо пораниться, либо порвать какую-то другую более тонкую и нежную ткань. Поэтому самый идеальный вариант это такие вот резинки здесь есть. На моей практике сколько я хожу еще ни разу не было, чтобы они протерлись. как бы также они бывают ремонтно пригодные. Бахилы берем обязательно. Следующее, что очень часто мерзнет, это кончики пальцев ног, поэтому наш основной утеплитель это теплые носки. Берем максимально теплые носки, которые вам доступны именно на момент восхождения. Сколько часто звучит вопрос, сколько вообще брать с собой носков? Я беру обычно три пары. Первое, какие-то легкие летние, я их использую с 1700 на 3200 на подъем, там они уже будут влажными к тому моменту, когда мы придем. после этого я одеваю теплые носки в приюте, хожу в них, эти у меня сохнут. В этих же носках я сплю, и в следующий день сразу тепленькие, готовенькие, в них одеваю, в ботиночки, и иду на восхождение. прихожу прихожу с восхождением, они у меня уже мокренькие от пота, я их вешаю сушить, и беру свежую пару легких носков, нахожусь в них в приюте, и в следующий день спускаюсь с улицы. Есть ребята, кто обходится двумя парами, одни легкие, одни теплые, но тут дело вкуса и привычки. Носки желательно покупать специализированные, потому что у них нет швов, они либо в составе, но не стесняйтесь спросить в консультацию продавца, вам все расскажут и покажут. Еще один наиважнейший элемент нашего снаряжения это очки, которые защищают наши глаза не только от солнца, но и от ультрафиолета, которого в горах очень много. Даже несмотря на то, что может быть облака, ультрафиолета все равно достаточно, поэтому берем солнечные очки обязательно четвертой категории. защиты. Именно четверка, не меньше. Очки подбираются индивидуально, исходя из нашего особенности лица. Как правило, сейчас современные такие формы имеют дополнительные еще шторки для защиты периферийного зрения, и очки должны максимально плотно садиться по вашей анатомии вашего лица, чтобы не было каких-то огромных зазоров и так далее. Далее, к очкам. Обратите внимание, что чаще всего идет в комплекте такая вот резиночка для того, чтобы их можно было закрепить на шее. Опять же, это нужно необходимо не только для удобства, но и для того, чтобы не потерять очки в тот момент, когда вы что-то делаете руками и вынуждены снять. Потому что бывают случаи, человек идет в очках, начинает пот затекать в глаза, надо протереть глаза на очень сильное солнце, что он делает? Он закрывает глаза, кладет очки, вытирает лицо и потом не может нащупать. Потому что ветром сдуло, а бывает еще товарищ подойдет, наступит и нет очков. Поэтому самый лучший вариант, когда у вас есть резиночка, когда вы их подвязали, просто оставили на шее. Также небольшой лайфхак на момент восхождения. То есть мы начинаем это все дело до рассвета, соответственно, у нас на голове фонарики. Очки мы вешаем на шею, чтобы в тот момент, когда нам надо поменять очки с фонариком, нам не надо открывать рюкзак, лезть туда, снимать перчатки, чтобы это все дело сделать и тратить время и так далее. Идем, выходит солнышко, фонарик сняли и теплые очки уже просто подняли, одели на глаза и продолжаем движение дальше. И также обратите внимание, что надо взять с собой какой-то более-менее чехол, немножко твердый, чтобы случайно их каким-то образом не раздавить во время перевозки. Также стоит уделить внимание защите нашей кожи от ультрафиолета. Для этого берем с собой обязательно крем с защитой от солнца с фактором 50, не меньше. Как правило, в туристических магазинах он продается в таких маленьких тюбиках. И чем он хорош, тем, что обычно он довольно жирный. То есть, когда его размазываете, вы видите, где вы его намазали. Иначе бывает такая ситуация, вроде намазали, потом приходите и видите, что вы какими-то такими пятнами покрытыми, на самом деле вы где-то плохо его размазали и обгорели. И обязательно с собой берем помаду с защитой УВ для губ. Обратите внимание, что там прямо должно быть написано УВ 20, УВ какое-то еще значение, 30 бывает. Не берем гигиеническую помаду, которая просто увлажняет. Это будет ваша ошибка, потому что вы смазали губы водой, они у вас высохли, смазали, высохли, смазали, высохли, и потом ни к чему хорошему это не приводит. Защита помады защищает губы именно от ультрафиолета в том числе. Бывает еще в виде бальзама. Мне нравится лично больше бальзам, потому что выдавил на палец, хорошо все промазал, все кончики, все прочее, довольно удобно. И также не забываем, что тогда крем на высоте оно не заледенело. То есть оно всегда должно быть доступным и в рабочем состоянии. Поговорим немножко про гигиену. В Марокко не принята туалетная бумага, поэтому туалетную бумагу желательно один рулончик взять с собой. На высоте 3200 мы живем в приюте. Там есть душ. Но моя рекомендация воздержаться от посещения душа на момент нашего с вами мероприятия восхождения. Почему? Потому что у вас организм и так будет в стрессе от нагрузок и вы еще попытаетесь ослабить тем, что вы примите душ. Надо будет организму также потратить энергию на восстановление, на обсох, обсохнуть и не дай бог где-то там вас что-то протянет, ветерочек и так далее. То есть все душевые процедуры мы будем уже принимать в Маракеше, когда спуститесь с горы. С собой берем небольшое полотенчик, берем с собой зубную пасту, щетку и какую-то упаковку для всего вот этого. Также туалетную бумагу. полотенцем есть небольшой такой лайфхак, то есть мы на момент, когда идем поднимаемся с 1700 на 3200, будет жарко, пот течет, вот этот маленький полотенчик можно привезти к рамке рюкзака и тогда вы идете, очки сняли, протерли, глаза, лицо, все хорошо впитало, идете дальше. Можно также использовать баф, который у вас на руке одели, но баф впитывает, как правило, хуже и потом немножко дольше сохнет, потому что в скомканном виде на руке. Здесь все-таки он быстро проветривается. Вам понадобится с собой взять индивидуальную аптечку, потому что только вы знаете себя лучше всего. Если у вас есть какие-то специфичные препараты или какие-то особенности вашего здоровья, убительная просьба обязательно сообщите об этом гиду, чтобы он был в курсе. Просто на всякий случай. А в индивидуальную аптечку вы берете все то, что вы знаете, вы чаще всего пользуетесь. Что-то для горла, что-то для желудка, потому что все-таки это будет морока, будет непривычная для нас еда, местами где-то экзотичная. Будем много всего пробовать, но при этом надо, чтобы желудок чувствовал себя в безопасности. Обязательно берем ликопластыри, вторая кожа, для предотвращения мозолей. Также рекомендую взять небольшой упаковочку крема после загара, потому что если вдруг все-таки подгорите где-то, то чтобы вечером можно было облегчить свои ощущения. Лучше всего алоэ вера. Также, ребят, если вы когда-либо болели герпесом, очень рекомендую взять с собой сразу либо пластыри от герпеса, компит производит, можно купить в аптеке, либо какую-то массу цикловира. Я думаю, если вы болели, то вы сами знаете, что вам надо взять. Есть очень большая вероятность, что он себя проявит, потому что будут довольно большие нагрузки с непривычки на организм, будет стрессовая ситуация, и, как правило, герпес – это одно из тех первых, что вылезает. Также, если у вас когда-либо давным-давно были проблемы с коленями, какие-то боли или какие-то намеки на все вот это дело, обязательно возьмите с собой эластичные бинты. Очень большой шанс, что именно на момент спуска организм напомнит о себе. Также, для облегчения нагрузки на колени нам понадобятся с вами трекинговые палки. Для облегчения нагрузки на колени и для большей вашей устойчивости на рельефе горном я рекомендую использовать трекинговые палки. Именно трекинговые. не для скандинавской ходьбы, а именно для трекинга. Они немножко отличаются конструктивно и ручкой. Как видите, скандинавские не складываются, трекинговые палки складываются для компактной транспортировки. Если вы планируете покупать палки, я расскажу немножко про нюансы. Палки бывают двухсегментные и трехсегментные. Разница в сложенном виде. На мой взгляд, удобнее использовать палки трехсегментов, потому что они более компактные воски. Да, есть еще один дополнительный узел, который усложняет конструкцию, но сейчас, как правило, если вы покупаете хорошего бренда зарекомендовавшейся палки с нормальными защелками, то, скорее всего, это не будет для вас проблемой. На что обратить внимание? В первую очередь, на защелки. Это должны быть флип-локи, то есть защелки, которые закрываются сверху. Их также можно немножко подрегулировать. они считаются более надежными и бывает такая ситуация, что иногда из-за смены там был дождь, потом снег, потом мокрый снег, обледенила, палки заледеневают. Тогда вот эту конструкцию можно просто отстучать и вы опять получаете доступ к замку палки, что может позволять продолжить работу с ней. если это палка, которая закручивается, были случаи, так что она просто внутри замерзает и ничего вы сделать нормально не можете, пока не будете отогревать своим дыханием или как-то подмышку. Палки есть алюминиевые, есть карбоновые. Если вы хрупкие, грациозные, изящные, то, конечно, возьмите карбоновые. Если вы все-таки брутальные, сильные и бываете иногда неуклюжими, то лучше все-таки алюминий для вас подойдет. Как правило, девушкам советую карбон, а ребятам алюминий, потому что практика показывает, что ребята карбоновые палки ломают быстрее, чем дамы. Также удобная вещь, это когда у вас ручка не просто заканчивается, а еще немножко здесь утеплена. В основном актуально для зимы и для холода, но просто удобно. И также обратите внимание, что есть такие специальные снежные круги на палках. Чаще всего они есть в комплекте, но если вдруг нету, то надо купить отдельно. Они нужны для того, чтобы когда вы идете по снегу, снег рыхлый бывает, то есть тропа у вас набита, вас держит, но по бокам у вас палка просто проваливается вниз. Эти круги нужны для того, чтобы палки останавливались именно там, где они должны остановиться, а не так, что вы идете и оба куда-то провалились, можно потерять равновесие. Палки отлично помогают для спусков, для координации движения, точно так же они хорошо помогают на подъем в гору, немножко вас разгружают, и что самое главное, что у вас все время есть минимум три точки опоры для вашей безопасности. Также то, что палки регулируются, очень удобно, что допустим вы идете где-то у вас склон и такой палкой уже длиной неудобно использовать, тогда вы используете коробку палку, а вот подсклон упираетесь на более длинную. Опять же за счет флиплока очень удобно и быстро можно регулировать длину. Также нам понадобится рюкзак для транспортировки вещей и для самого восхождения. Какой объем рюкзака брать зависит лично индивидуально от вас какой объем вещей и вес вы возьмете. Все ваши вещи должны помещаться вовнутрь рюкзака. Это важно. Также стоит учесть, что помимо основных вещей ваших личных у вас также будут кошки, которые занимают объем примерно как двухлитровая бутылка из-под кока-колы. Также стоит учитывать что сам рюкзак пустой имеет свой вес. Как правило моя рекомендация где-то в районе 66-70-75 литров рюкзак берете тогда у вас все вещи помещаются вовнутрь и никаких сложностей у вас нету с тем что что-то не поместилось. Также стоит помнить о том что большой рюкзак всегда можно сделать поменьше просто утянув затяжки маленький рюкзак сделать больше не получается. Также с рюкзаком более большого объема есть несомненный плюс то что в тот момент когда вам надо что-то взять или положить вы можете это сделать первое фактически не снимая перчаток позволяет потому что как правило когда у вас маленький рюкзак тогда вы сняли пуховку вам надо уменьшить объем и потом запихивать в большой рюкзак вы просто берете все это дело запихиваете не морозите при этом руки и не тратите время на какую-то дополнительную работу все застегнули и пошли дальше также большего объема рюкзак лучше защищает вашу спину от ветра ребята иногда пытаются взять какие-то маленькие рюкзаки специальные рюкзаки для штурма и так далее смысла в этом нет то есть вы тогда в первый день вы несете два рюкзака чтобы на второй день сходить на вершину с более маленьким все ваши личные вещи должны помещаться в рюкзак с 1700 на 3200 мы несем спальник мы несем кошки мы несем все гигиеническое мы несем все утеплители термос водичку надень перекусы все это фонарик на момент когда мы летим обычно мы большой рюкзак со всеми вещами ботинками и так далее сдаем в багаж летим с простым маленьким рюкзачком который вручную кладь в дальнейшем после горы мы спускаемся тогда на всю туристическую программу экскурсионную мы ездим уже с маленьким рюкзачком потому что удобно какие-то покупки водичка очки и так далее большой рюкзак у нас остается уже в отеле также стоит учесть тот момент что сам рюкзак пустой имеет вес поэтому при выборе рюкзака также обращайте на это внимание мой боевой рюкзак например объем 75 литров XL рама пустой весит 1,2 кг это очень хороший вес если вы берете рюкзак который уже 2 кг весит просто пустой значит стоит задуматься может быть что-то не так в целом вам использовать нож будет фактически негде но если вы хотите взять порезать колбаску сырок что-то еще то подойдет минимальный простой ножичек без ничего лишнего нож и все то есть вот этого достаточного объема и веса всегда думайте про вес что вы это все равно так или иначе несете и постарайтесь не брать что-то лишнее как правило самая бесполезная вещь в конце похода также вам понадобится налобный фонарик на момент восхождения и для передвижения в приюте в приюте электричество только от генератора оно не всегда есть поэтому свет вам понадобится также рекомендую взять с собой пауэрбанк для зарядки ваших устройств термос желательно объемом примерно 0,75 на человека какие-то небольшие перекусы на 3 дня это могут быть орешки батончики колбаски сырок все что угодно все что вам самому захочется съесть помимо термоса рекомендую взять с собой еще бутылку для воды потому что пить захочется больше а идти жевать снег не всегда вкусно вода в горах дистиллированная поэтому также можно взять с собой какой-то изотоник либо шипучий витамин потому что вода пустая а так вы будете и вкусную водичку пить и немножко пользу приносить в организму самое важное чему надо уделить внимание для успеха нашего мероприятия это обувь и поверьте правильно подобранная обувь это огромный шанс на ваш успех и ваш комфорт и вашу безопасность для данного восхождения нам понадобится обувь для классического трекинга типичный представитель этого ботинка имеет ярко выраженный каблук желательно полную защиту по периметру от камней и льда и немножко имеет сгибания для чего нужна вот эта вещь тот момент когда солнышко прогревает поверхность снега и потом остывает образуется корочка когда вы наступаете соответственно пробиваете корочку поднимаете ботинок дальше вы себе начинаете прорезать материал ботинка эта штука защищает чем хороший вот этот ботинок для классического трекинга тем что он довольно теплый у него есть мембрана у него есть ярко выраженный каблук который вас будет хорошо держать на спусках также защита по периметру и также обратите внимание чтобы был гортекс именно мембрана самая популярная самая надежная потому что ноги будут постоянно соприкасаться со снегом какие модели нам не подойдут нам не подойдут такие вот низкие модели для легкого хайкинга потому что она низкая и она очень мягкая когда вы одеваете кошку у вас надо чтобы было куда-то ее затянуть как только у вас вот это мягкое все у вас просто кошка стягивает ботинок уже на момент затягивания что нарушает циркуляцию крови и приводит к неудобству если говорить в контексте именно тупкаля да если вы привыкли можно использовать уже ботинки альпинистские для них характерно полностью не гнущиеся подошва и предназначены они именно уже на момент восхождения так как у нас все-таки будет подход довольно длительный и спуск по простому рельефу то в таких ботинках может быть неудобно если вы как бы уже осознанный восходитель вы понимаете о чем идет речь и считаете что именно такие ботинки вам подойдут вы понимаете о чем у вас речь происходит всем остальным я все-таки рекомендую такого типа модель когда мерить ботинок обязательно мерьте его на два носка как правило в магазинах торгующих специализированной обувью всегда стоит ящик с носками где вы придя можете одеть какой-то второй носок для чего это надо в первую очередь для того чтобы было место в ботинке когда вы целый день в нем идете у вас нога немножко к вечеру опухает расширяется и для этого необходимо место также место необходимо для того что когда вы идете вниз у вас вся нагрузка идет на кончики пальцев на большие на ногти также нужно небольшое место чтобы их просто не отдавить если вы примерили на один носок впритык и на тонкий носок после этого одеваете толстый теплый носок засовываете в ботинок и у вас там не хватает места это намного хуже чем место чуть-чуть должно быть поэтому придя меряем всегда на два носка свой и выбираем самый толстый что есть в магазине бывает такая ситуация что вам понравилась модель вы ее померили чуть-чуть что-то непривычно непривычно будет по двум факторам первое что вы не привыкли к жесткой обуви как правило люди в последневной жизни носят более мягкую обувь это нормально но если вы одели и чувствуете что где-то что-то жмет пытайтесь найти то что вам идеально подойдет то есть здесь не должно быть компромиссов я стерплю что-то еще и так далее то есть ни к чему хорошему это не приведет то есть вы должны одеть комфортно обувь но ощущения будут непривычны когда вы начнете двигаться потому что она для вас как правило будет более жесткая чем повседневная обувь и еще нам понадобятся с вами простые тапки самые обычные потому что когда мы пойдем в приют у нас от пота и от снега будут влажные ботинки мы их ставим сушить и чтобы комфортно передвигаться не по холодному грязному полу одеваем простые тапки на теплый носочек и комфортно себя чувствуем ноги дышат отдыхают и вам тепло также для данного восхождения нам понадобится спальный мешок несмотря на то что мы ночь проводим в приюте приют из себя представляет холодное каменное здание в котором отапливаются каминами только на первых этажах соответственно как бы спальные комнаты это не обогреваемые помещения для этого нам понадобится спальный мешок но будут доступны еще одеяла то в целом как бы спальный мешок можно взять любой он больше будет вам для гигиены также вариант можно использовать не спальный мешок а так называемые лайнеры которые вставляются спальные мешки они занимают меньше объема меньше веса залезаете в него накрываетесь толстым верблюжьим одеялом и пытаетесь заснуть но все же моя рекомендация если у вас есть возможность взять нормальный пуховой спальник лучше возьмите его это и теплее это гигиеничнее и это больше независимости с одеялами ситуация такая то есть да они есть одеяла тяжелые то есть там лег накрыли одеялом и ты как заснул так и спишь вот когда они стираются я не знаю стираются ли они вообще я не знаю сколько до вас человек спало под ними я тоже не знаю грамотнее будет взять спальный мешок но если есть желание сэкономить вес и нету хорошего спального мешка и вы не готовы к расходам на спальный мешок тогда может подойти либо любой маленький спальный мешочек либо такой вот вариант поговорим немножко про кошки для вас это будет домашним заданием постараюсь вам объяснить как вы можете в домашних условиях уже подготовить и настроить кошки под себя и также попробовать запомнить как их правильно одевать и завязывать поговорим мы в контексте мягких кошек которые будут у нас на данном восхождении выглядят они таким вот образом кошки есть правые и левые чтобы отличить правую от левой кошки ищем такой вот замочек и замочек должен быть на костяшке внешне соответственно мы понимаем что вот эта кошка правая это у нас пятка это у нас носок первым делом мы индивидуально подгоняем кошку под наш конкретный ботинок для этого мы раздвигаем кошку максимально то есть обычно они вот в сложенном виде такие вот максимально раздвигаем дальше наша задача подогнать размер кошки под размер ботинок путем переставления вот этого пина то есть как правило он отжимается и на салазке передвигается уже сама планка ошибкой будет сделать следующим образом поставить пин и уменьшать размер кошки вот этим вот движением то есть вот так вот мы не уменьшаем размер обязательно должна быть полностью раскрытая кошка ставим ногу ставим в носок и видим что у нас вот эта кошка больше сейчас на данный момент соответственно берем пины берем переставляем пины под нужный нам размер методом проб лучше всего это делать в тепле дома а не в горах уже на морозе подбираем оп и вот тут вот угадали идеально подошло потому что у нас здесь плотно упирается ботинок и у нас плотно пятка садится между металлическими креплениями на некоторых кошках здесь прописаны цифры то есть вы просто поставили тут например 12 вы знаете что следующую кошку вам надо поставить просто на 12 стоит помнить о том что альпинизм это прекрасно и красиво поэтому в альпинизме должно быть все очень красиво четко и аккуратно в первую очередь это точно так же относится к кошкам то есть все узлы все перехлесты все прочее должно быть очень красиво будем избегать каких-то вот таких вот закручиваний каких-то непонятных узлов и так далее все должно быть эстетически красиво подогнали размер кошки ставим ботинок и начинаем завязывать первое что делаем берем кончик выравниваем и продеваем снизу вверх выпрямляем и плотно плотно затягиваем максимально фиксируем дальше здесь снизу вверх продеваем видите красивый перехлест получается точно так же затягиваем держим дальше здесь два кольца продеваем между двух колец затягиваем сильно также держим и потом раздвигаем два кольца и снизу вверх продеваем в то кольцо на котором есть вот такой лястик это наш замок который затягивает и затягиваем кошку делать надо все максимально с силой и проверять чтобы сюда невозможно было нормально засунуть палец то есть если вы можете сюда засунуть палец значит кошка завязана плохо неграмотно дальше момент что делать с этим хвостиком его надо убирать потому что он будет болтаться можно наступить можно зацепиться и так далее это неприятно самый простой вариант если у вас есть бахила на липучке вы раскрываете липучку кладете сюда хвостик закрываете липучку и все у вас идеально если по какой-то причине у вас нету бахила что с этим делом делаем просто берем и начинаем его хаотично заматывать максимально запатываем чтобы никуда это не делать все таким вот образом дальше чтобы снять кошку разматываем это все дело вот этот вот хлястик просто оттягиваем параллельно расслабляем крепление крепление ослабилось тогда уже просто вынимаем все кошка снята постарайтесь пожалуйста настроить кошки дома потренироваться их завязывать потому что дома вы это сделаете комфортно в реально на горе это будет скорее всего мороз снег холодно и руками это не очень удобно и приятно делать последний момент как мы убираем кошки убираем все веревочки развязываем чтобы спокойно лента была кошку максимально сдвигаем складываем носок складываем пятку вот она у нас одна получилась то же самое делаем со второй кошкой теперь складываем их вальтом друг напротив друга то есть зад к переду перед к заду и заматываем веревочки все кошки упакованы после этого кладем их в упаковку таким образом они и компактные и ничему не повредят вашему другому снаряжению все несмотря на то что видео довольно обобщенное про горы все же рекомендую его смотреть с точки зрения восхождения зимнего на тупкаль потому что есть небольшие свои нюансы которые применимы в данном конкретном восхождении благодарим наших друзей магазин целетайз который находится в риге по адресу брибу 155 за помощь в создании данного видео приезжайте здесь много хорошего качества на снаряжение очень общительные доброжелательные продавцы которые вам помогут подобрать идеально то что вам необходимо и особая благодарность моему коллеге Александру Питанову за данную видеосъемку и монтаж спасибо всем за внимание более подробную информацию о данной поездке вы можете найти на нашей домашней страничке www.travel.pro также там есть много других интересных путешествий присоединяйтесь будем рады вашей компании и постараемся сделать ваш отдых максимально комфортным и безопасным субтитры